Добрый вечер, уважаемые сограждане! В эфире программа «По чесноку» на Радио ЮФМ. Мы, Ленар Мефтахов и Алина Ахмеева, приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Тема сегодняшнего разговора «Анонимность в интернете». Гостем нашей студии является программист в области промышленной автоматизации производства Антон Максимов. Здравствуйте! Анонимность в интернете – актуальная тема для любого, кто находит свое время в виртуальной сети. А прежде чем начать наш разговор, хотелось бы выяснить, насколько легко залезть в чужой компьютер по сети. В принципе, все зависит от вас. На самом деле, компьютер может сравнить с автомобилем. То есть, вы выходите из автомобиля, закрываете его на ключ, включаете сигнализацию. То же самое с компьютером. То есть, прежде чем что-то открыть на компьютере, вы должны осознать, нужно ли вам это, знаете ли вы, что открываете. Какой-то файл там в сети интернет, какой-то ресурс. И, соответственно, нужны определенные знания, так как операционная система, которая стоит на компьютерах, она все-таки немножко защищает пользователей. Конечно, любая система не идеальна, всегда можно найти уязвимости. Ну, для этого нужно устанавливать определенные антивирусы, фаерволы. Только вот так вот. И вот смотрите, я сижу у себя дома, работаю за своим компьютером или ноутбуком. У меня стоит антивирус. А насколько вероятность того, что человек, который находится в сотнях километрах от меня, в это время шарится в моем компьютере, что-то туда добавляет или наоборот что-то туда вытаскивает, смотрит, просматривает файлы? Это вообще возможно? Если вы полностью себя защитили, у вас стоит лицензионный антивирус, обязательно, то, скорее всего, с очень маленькой вероятностью, что у вас будет там шариться. То есть это не панацея, конечно, но вероятность все равно очень маленькая. Если где залезли в компьютер, то ты виноват в этом сам, грубо говоря, такое правило. Да, такое правило есть, существует. Оно оправлено, почему при покупке компьютера существует стандартный настрой, который учитывает большинство неприятностей, которые могут с вами случиться. Если вы занимаетесь чем-то специфичным, то, естественно, нужно найти ксис-админу, который вам настроит компьютер именно под ваши нужны. Перекроет другие порты, настроит программы, комплексы. Вы, наверное, говорили о том, как безопаситься от любопытных граждан. А если захочет, наверное, уже государство залезть в твой компьютер, тут, наверное, все намного проще. Я правильно понимаю? Теоретически государство, в принципе, может анализировать ваш сетевой трафик, а вот напрямую по сети интернет все-таки требуется ваше разрешение какое-то в любом случае. Просто так залезть, не использовать какие-то дополнительные, скажем так, вирусы, государство тоже не сможет. То, что есть показы в фантастических фильмах, там взломали что-то. На самом деле, это группа хакеров делает, ищет слабые места в операционных системах, и через эти слабые места заходит. В принципе, и на ваш компьютер может так же. Любой человек залезть. Но просто для этого вы очень сильно обладаете перед очень большими знаниями. Конечно. Школьник, скажем так, не залезет, который не обладает ничем, просто так вот тыкнул кнопку, он не залезет. То есть все-таки за государством у нас стоят люди, и хакеры, и не государство нас виновата, и залезает в наши компьютеры, а люди. Да, люди, естественно, люди. А как происходит механизм того, чтобы залезть в чужой компьютер? Сначала в наш компьютер попадает какая-то программа, которая все это начинает качать, или как-то все намного проще? Какой-то удаленный доступ, и все где-то находит какую-то там лазейку, и вот как в локальной сети, допустим, сидим на работе, можем друг другу в компьютеры залазить? То есть или это вот примерно вот так происходит? Примерно, ну, если брать операционную систему, там есть так называемые порты, через которые компьютер общается с внешним миром. Есть порт, отвечающий за то, чтобы операционная система общалась непосредственно с создателями операционной системы, так называемые служебные порты. В принципе, теоретически через этот порт можно залезть, так как он не фильтруется и считается, что он супербезопасный, зашифрованный. Если человек, который был обладающим знаниями, может залезть и нарушит вашу коэффициальность. А вот такой еще, знаете, может быть, странный вопрос, наверное, даже не странный вопрос, мне не всегда понятно, с какой целью люди создают вирусы, то есть тратят свое личное время на то, чтобы создать вирус, который будет просто пакостить. В чем смысл? Привлечь к себе внимание, это, знаете, как говорят, вот произошел теракт, кто возьмет на себя ответственность такое. И тут то же самое, вот я создал такой вирус, вот я, посмотрите, какой красивый, умелый, умный в этом плане. И это нужно для чего? Вот он показался ему и меру, да, и, возможно, кто-то ему предложит серьезный заказ, за который можно заплатить деньги. Это один из возможных вариантов. Возможно, человек просто тщеславен, как бы повеселиться решил. На самом деле, большинство вот таких вирусных атак создаются для того, чтобы покрасоваться. А вы можете классифицировать вирусы самые популярные, самые известные? Честно говоря, нет, я могу типы описать, только вот. Трояны, ну, сам популярный. В чем их отличие, почему? В чем их отличие? Ну, Троян, к примеру, да, это программка. Вы файл какой-то зараженный открываете, Троян вместе с этим файлом запускается. Там зашит, ну, зашит исполняемый код, который операционную систему запускает. Если у вас нет антивируса, вы попали, как говорится. То есть, эта программка, она очень маленькая, как правило, написана даже не на языке программирования высокого уровня, типа C, там, BASIC, еще чего-нибудь такого, там, Yava, а, как правило, на Assembler. То есть, она исполняется, и вы даже не видите, не чувствуете, ну, очень маленькая. А кроме Трояна что-то еще есть? Программа Червь. Червь, по сути, тот же Троян, только он распространяется уже, он заразил ваш компьютер и тут же распространяется дальше по сети. А в другие компьютеры? Да, перекидывает. То есть, он смотрит ваши все соединения, анализирует и дальше раскидывает, сам себя размножает. А что еще есть? Ну, вирус такой, эксплойты, так называемый, тоже, который мешает работе вашего компьютера изначально. То есть, в интернете вы загружаете какое-то приложение, там зашит этот эксплойт вирус. Вы запускаете это приложение, вирус тоже запускается и, соответственно, блокирует работу компьютера. А в чем отличие от Трояна? Отличие от Трояна, ну, в Трояне зашит маленький код и он сам по себе, а эксплойт, он непосредственно взаимодействует с браузером, с вашим, с операционной системой, с браузером. Ну, вот вы сказали, что люди создают вирусы для того, чтобы прославиться. Да, как правило. Ну, допустим, когда мы смотрим телевидение, когда мы сидим в интернете, мы очень много знаем о поп-звездах, о звездах кино и так далее. А где знаменитые люди, которые создают вот эти вирусы, где они красуются? Ну, прославиться в узких кругах, имеется в виду. Не для всего мира, хотя это тоже имеет место быть, а для своих. Вот видишь, я там завалил Пентагон, там, видишь, я тут взломал этот компьютер. То есть, существует какой-то некий клуб свой, да? Даже не клуб, а субкультура, я бы даже сказал. Хакеров. Хакеров, программистов таких вот. Целый мир. Целый мир свой, да. И, короче, им там хорошо. И там сами-то как черви тоже, я так чувствую. Живут, копаются, радуются своим успехам. А анонимность в интернете, она возможна или нет? Вот мы же привыкли, что ты зашел на какой-нибудь форум, можешь там писать все, что угодно. Написано, что ты зашел анонимно. Некоторые люди себя ведут очень часто там некорректно. Могут других оскорблять, могут вести себя, пользоваться нецензурной лексикой. Они насколько действительно анонимны? И для кого они анонимны? Анонимны, скорее всего, не только для рядовых пользователей. Скажем, для тех же модераторов, которые следят за форумом, они уже не анонимны, потому что там виден IP-адрес данного пользователя. Ну, за исключением некоторых случаев. Допустим, если человек зашел через частную виртуальную сеть, об этом тоже можно поговорить потом. В остальном, в принципе, государство все это отслеживает. Есть специализированные программы в сети, так называемые сенсоры, которые фильтруют все эти потоки информации. На самом деле, может быть, слышали, там, какая-то программа в Америке есть, там, которая фильтрует частную переписку по словам ключевым каким-то, там, терроризм, там, еще что-то такое, да. Ну, даже есть анекдот такой, там, хочешь, чтобы тебя сеть ловила лучше, скажи по телефону, там, вот хочу взорвать бомбу, тебя тут же сеть улучшится. Ну, типа такого вот. А есть определенные программы, которые помогают тебе быть анонимным, да? Программы нет, есть определенные методы. Ну, программы реализуют эти методы, да. Вот самый более популярный и более простой, да, так называемый прокси-сервера. То есть вы вбиваете какой-то IP-адрес, ну, прокси-сервера в вашем браузере. И этот браузер подсоединяется к этому серверу, и от имени этого сервера вы можете, в принципе, на любой сайт залезть, и с админом, там, или модератор будет видеть именно тот IP-адрес, который предоставит ему этот прокси-сервер, не ваш IP-адрес. Обманываешь. Обманываешь, да. Но и тут уже следы, как бы, вообще никакие не останутся, да? То есть нельзя уже будет найти... Но все зависит от того, как надавить на этот прокси... на хозяева этого прокси-сервера. А насколько вот доступны такие механизмы, насколько может неподготовленный обученный человек вот так вот... Легко в интернет зайдите, наберите там в адресной строке в Яндексе в том же, да, бесплатный прокси-сервер. Есть программа, та же вот, броузер Тор, может быть, слышали, он автоматически выбирает такие прокси-сервера и спокойно залазит на них. И вы уже анонимны, якобы, считаетесь. А эти прокси-серверы, их кто вообще создает? И с какой целью? Ну, с целью, с какой... Мне лично непонятно, но вообще говорят, чтобы интернет был анонимен и общедоступен и свободен под такими лозунгами. Ну, это, кстати, хорошая идея для того, чтобы... Ну, наверное, спецслужбы тоже создают такие... Ну, для себя, конечно. Чтобы людям создавать ощущение, что они анонимны. А если, допустим, можно обмануть, да, какие-то и структуры, и людей, и, то есть, воспользоваться... То есть, ну, запутать свои следы в интернете, насколько вам кажется необходима ограниченность, ограниченность анонимности в интернете? Есть ли в этом необходимости, какие меры можно принять, и к чему это может привести? Ограниченность анонимности в интернете, ну, достаточно дорогая задача в финансовом плане. То есть, нужно закупать определенные аппаратные комплексы, создавать определенное программное обеспечение. Все это, конечно, есть, но не в таком объеме, чтобы полностью контролировать интернет, да. А по поводу анонимности, ну, вы выходите в интернет с телефона, да, вы выходите через свой провайдер, там, Билайн, Мегафон, кто-то еще, он уже знает ваши паспортные данные, вы уже не анонимны. Во многом, по-моему, в августе 2014 года вышло постановление, 753, по-моему, даже, Дмитрий Медведев его подписал, о том, что любая Wi-Fi точка в общественном доступном месте обязана собирать данные о том, кто заходит в эту Wi-Fi зону. То есть, вы, когда подключаетесь к этой Wi-Fi точке, у вас, как правило, тоже в Макдональдсе, наверное, были, там запрашивается номер телефона, потом вам приходит смс, вы логинитесь в эту Wi-Fi сеть. То есть, вы, по сути, передаете свои данные, вы идентифицируетесь, вы не анонимны. И, как правило, многие Wi-Fi сети сейчас перешли на это, потому что, ну, это постановление имеет почти силу закона. А если просто в кафе ты подключаешься, это свободная сеть, то, в принципе, данных никаких или все равно? На самом деле, во-первых, это нарушение, а во-вторых, ну, на самом деле, все равно Wi-Fi точка, ну, то есть, владельцы этой Wi-Fi точки собирает уникальный код вашего устройства, снимает. Вот, этот уникальный код, он, в принципе, прописан, если посмотрите, вот, откройте книжечку с вашим техпаспортом, картино-талоном, e-mail, так называемый, да, e-mail-телефон все равно считывается, то есть, вы все равно не анонимны. То есть, в таком случае, как бы, вот эти разговоры о том, что нужно ликвидировать анонимность, они, ну, бессмысленны, мы и так не анонимны. Мы и так не анонимны, они, на самом деле, не совсем бессмысленны, потому что, опять же, вот те же прокси-сервера, виртуальные частные сети хотят именно вот это закрыть. А что такое виртуальные частные сети? Ну, это почти тот же прокси-сервер, только большего объема. Ну, смысл в чем? Когда создается виртуальная частная сеть, вам передают адрес этой виртуальной частной сети, да, вы к ней подключаетесь, вы работаете только с ней. А вот эта сама точка, она, как бы, обращается от своего имени ко всем сайтам, куда вы хотите обратиться, да, ну, на пальцах, если объяснять, и пересылает вам данные уже в зашифрованном виде. То есть, она, как бы, считается супербезопасной в этом плане, то есть, вашу переписку никто не сможет прости. Вы можете напакостить везде, кому хотите, никто об этом не узнает. Как бы, все удары возьмет на себя вот эта виртуальная частная сеть. То есть, это какая-то, ну, видимо, за дополнительную... За дополнительные деньги можно получить просто вот эту дополнительную сеть. Да, ну, и, кстати, очень небольшие деньги, на самом деле, если в рублях сейчас пересчитывать, ну, в районе 6-7 тысяч рублей в год можно вот такую виртуальную частную сеть, ну, подключиться к ней. А это российские структуры? Ну, как правило, есть и российские структуры, есть и заграничные структуры. Их достаточно много порыться в интернете можно найти. Кто продает именно вот такие вот подключения к своей сети? Такое выражение, я слышала, что интернет — это как океан, а если брать Россию, то это как залив. И если пытаться ограничить анонимность в интернете на территории России, ну, это не будет возможно, потому что мы часть одного большого океана. Или нет, или в этом нет зависимости. Если вот с этой точки зрения судить, ну, смотрите, что такое интернет, по сути, да, это набор IP-адресов, который, кстати, хранится в Америке. Вот всеми этими IP-адресами управляет фирма, не помню, как называется, честно говоря. Ну, она, конечно, кричит во всеуслышание, что мы нет, мы никому не передаем, мы никогда не выключим, никого не отрубим интернет. Как бы, да, но на самом деле все это заграничное, и если захотят, то могут отрубить просто вот в России интернет, и все. Запретить IP-адреса, к примеру, все, их нету, вычеркивают, и вы ничего не сможете с этим сделать. Поэтому сейчас ведутся разговоры о создании национальной сети, подобие интернета, ну, может быть, даже не подобие, а лучше будет. Слышали, наверное, там, «Чебурашка» хотели ее называть, вот как-то так вот, своя национальная сеть. То есть, смотри, что получается, как бы, для того, чтобы защититься от Америки, можно создать такие условия, при которых уже действительно можно будет выходить в Россию в интернет только по паспортам. То есть, вот это уже позволит, я так понимаю. Ну, теоретически, да. Потому что сейчас, я так понимаю, это пока нереально. А хотя, а как тогда с этим справляются в Китае? В Китае как справляются? Ну, там так называемый, ну, создали так называемую систему «Золотой щит». Может быть, слышали, там фильтруется все на уровне государства. Все сервера, они контролируются государством. Все провайдеры, они контролируются государством. А как они это могут делать, когда все это находится в Америке? На аппаратном уровне может контролироваться вот этот IP-адрес, с которого вы заходите в интернет. То есть, вы все равно заходите через своего провайдера в любом случае. Кто-то вам предоставляет же эту услугу. Весь ваш трафик контролируется и, соответственно, могут контролировать вас. А в России такое можно сделать? Можно. Ну, это достаточно много денег нужно. Китайцы богаче нас? Нет, китайцы дольше занимаются. Наверное, проще контролировать, чем ликвидировать. Да. Ну, а вы как относитесь вообще? Вы считаете, стоит ли это вводить? Мы, допустим, когда хотим полететь на самолете, мы предъявляем паспорт, покупаем билет. Может быть, если мы хотим залететь в интернет-сеть, может быть, тоже нужно, если покупать билетики, предъяв паспорт. Ну, это морально-этический вопрос. Смотрите, получается, вот у меня есть какая-то интернет-точка, компьютер, грубо говоря. Кто-то сел за него, зашел под моим именем, все, он в интернете, показали на меня. В России вот запросто такое возможно. И, то есть, чтобы от этого избежать, лучше вообще, короче говоря... Смысла нету. Человеческий фактор, пока не будем мы отпечатки пальцев свои, да, раздавать для того, чтобы войти в интернет. А, кстати, ну, наверное, знаете, да, к 2020 году в России нужно будет пройти обязательное чипирование. Паспорт, электронный паспорт так называемый. То есть, законопроект подготавливается, пока его там готовят, готовят, оспаривают. То есть, пока еще не в голову чип, да, пока только еще в паспорт? Не в паспорт. Ну, ведутся переговоры с несколькими фирмами биотехнологии и микроэлектроники, которые будут вживлять под кожу чип. А, к 2020 году? Да, к 2020 году хотят перейти. Давайте мы тему не будем затрагивать, потому что, я думаю, мы в этом, наверное, не эксперты, а вот отложим эту тему пока. Хотелось бы спросить вот что. А вот у нас ведь тоже по законодательству имеют право определенной структуры блокировать сайты. Как это происходит? И неужели этого мало? Опять же, в августе 2014 года постановление, точно не помню, какое, ну, тоже Дмитрий Медведев подписал, вышло постановление о контроле трафика и обязательной установке оборудования и программных комплексов на популярные сайты это для того, чтобы силовые структуры смогли в любой момент знать, что делал тот или иной пользователь. Ну, была большая шумиха, слышно, наверное, email.ru и Яндекс.ru подавали там. Восмущенно там кричали, не надо этого делать. В итоге все равно их обязали. Вот, и сейчас постановство знает, какая у вас почта, что вы там сайта почта делали, кому писали, что делали. Ну, по-моему, для почты и так есть большие возможности. То есть, если кому-то становится известна твоя почта, то же целый бизнес можно устроить. Да, это спамы, так называемые, но есть частная же переписка, которая тоже контролируется государством. Уже. Неофициально? Официально, на официальном уровне. Вышло постановление, которое подписал президент. Не, но это же нарушает уже конституционные права. Я не прав? Согласен. Есть федеральный закон номер 153 о защите персональных данных. Ну, во благо, скажем так. А, ну, в принципе, как бы там есть определенные человечки, может быть, зеленики, может, какие-то, то есть они как бы смотрят, но другим не пересказывают. Да, и почему возмущались, кстати, провайдеры, не провайдеры, а поставщики вот этого контента, то есть Mail.ru, Яндекс тот же, да? Потому что, а кто будет контролировать вот эти чиновники, которые будут там сидеть? Почему они? Вот к этому вопрос сводился, на самом деле. То есть, решал, как... Тоже туда относятся? Конечно. Все вот эти медиа-развлекательные сервисы, соцсети... Ну, уже, например, Фейсбук это не затрагивает, как я понимаю. Фейсбук, какой-то сегмент, и то на уровне, наверное, фильтрации трафика, который там проходит. А сам Фейсбук, это же американская компания. Да, я думаю, что... В российской компании обязаны стоять такое оборудование. А вот те законодательства, которые сейчас существуют в России, те меры, которые сейчас приняты государством, насколько эффективно они на сегодняшний день позволяют бороться с преступлениями в сфере интернета, с мошенничеством, с экстремизмом, распространением порнографии, что там еще может быть. Ну, с различными правонарушениями, преступлениями, которые в интернете сейчас развиваются. Можно, но у нас законодательная база в сфере интернет-киберпреступности, да, вот она не развита. И суды, как правило, дают такие условные сроки таким людям. И то их можно притянуть, я не знаю, как по статье мошенничества. Нет такого понятия, как киберпреступность в законе. А это, на ваш взгляд, так необходимо, вот интернет в отдельное законодательство, в отдельное... Создать отдельную законодательную базу именно для преступлений, связанных с интернетом в сфере, ну, или виртуальной реальности? Конечно, обязательно, потому что это, ну, наша текущая жизнь, технология развивается. И я думаю, интернет завтра не исчезнет, он не исчезнет и через 50-100 лет, скорее всего, тоже не исчезнет. То есть сети, как минимум, не интернет-законодательство, а, скажем, кибер-цифровое какое-то законодательство. Потому что велись разговоры, споры о том, что, может быть, интернет отнести вообще к средствам массовой информации и, ну, просто внести какие-то изменения в законодательство о средствах массовой информации и регулировать так. Либо это совсем из другой оперы, нам нужны новые законы. И те, кто очень любит интернет, кричат о том, что интернет не должен никак регулироваться, оставить его в покое с законами, он не должен облагаться. То есть вот такая мнение. Да, тут палка о двух концах. Получается, с одной стороны, да, это средство массовой информации. С другой стороны, интернетом ведь пользуются не только в качестве развлечения, там, как вот, переписки, пользуются банки, пользуются, там, не знаю, предприятия, организации, те же вот бухгалтеры, они тоже пользуются интернетом. Вот, хотят контролировать эти потоки, получается. Ну, и как бы, короче, тут уже возникает вопрос коммерческой тайны. Да, да, да. А вам не кажется, что вот люди, которые встали на преступный путь и очень неплохо себя чувствуют в интернете, ну, они всегда найдут возможность остаться анонимным и обмануть всякие эти ловушки. А ужесточение законодательства в этой области, ну, просто повлияет на права простых граждан, которые и так, в принципе, и не способны ничего делать. Да, он с вами согласен. Почему? То есть, сейчас, в принципе, в интернете можно найти базы данных со всеми вашими данными, да? А если мы еще ведем такое законодательство, которое жестко будет ограничивать нашу анонимность, то есть, эти базы данных будут уже чуть ли не в открытом доступе, и любой человек, в принципе, со злонамеренными умыслами, с определенными знаниями, естественно, может укрестить, как-то воспользоваться. То есть, создавая базу, мы, наоборот, создаем такой фундамент, почву для расцвета киберпреступности? Конечно, многие, даже владелец Касперского предупреждал об этом правительство. Вот вы создаете централизованную базу. Зачем? Да, очередная база, которая может упасть, пропасть. Да. Которая, ну, в принципе, да, и учитывая... Всегда найдется левша в стране. Да не левша, всегда найдется дама, которой можно дать шоколадку, и за эту шоколадку получить большой объем информации. Ну, какими путями ходит. Да уж, наверное. Какие самые частые преступления, совершаемые в интернете? Я понимаю, там, наверное, убийство совершить невозможно, но хотя кто знает. На самом деле, самое популярное, конечно, это зарабатывание денег. Вы говорите про мошенничество. Мошенничество, да. Не только мошенничество, операции с пластиковым картой в последнее время тоже резко возросли. Соответственно, мошенничество на этой почве тоже резко возросло. И кража номеров пластиковых карт, и подбор паролей, соответственно, интернет, через интернет-банк можно вывести часть средств каких-то, да. На втором месте это, ну, скорее всего, политические заказы, так называемые ДОС-атаки. Слышали, наверное, да? Когда вот на сервер очень много подключений приходит, сервер рушится, и сайт закрывается. Какого-то там лидера политического? Да, политического лидера, да. А это что за преступление? Как оно называется? Оно под какую статью подпадает? Вот том-то и дело. У нас нет такого законодательного дела. Значит, это не преступление? Теоретически, конечно. Ну, юридически я не знаю, как это притянуть. Просто это неприятная история. Просто неприятная история, да. А такой рост киберпреступности, разновидностей преступлений в интернете, это, наверное, потому что это просто, не выходя из дома, ты можешь совершать эти преступления? Ну, да. Сейчас вот, если поискать очень хорошо в интернете, на определенных сайтах и форумах, можно найти программы, которые взламывают компьютер. Даже человек, не обладающий определенными знаниями, может использовать эту программу и взломать компьютер. А еще, вот тоже меня такой вопрос интересует. Например, даже в социальных сетях у нас появляются такие виртуальные деньги. И то, что мошенники пользуются тем, что за этими деньгами не всегда следят. Ну, там, если у тебя по одному рублю, по 10 рублей будут списывать, ты не всегда это следишь. Ну, и что даже этими виртуальными деньгами мошенники начинают как-то оперировать, не знаю. Ну, прежде чем вот этот вопрос уточнить, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире на радио ЮФМ программа «По чесноку». И гость нашей студии, как ваша должность сейчас, программист в области промышленной автоматизации производства, Антон Максимов. Вот, Антон, наверное, я бы вот даже немножко расширил вопрос Алины и хотел бы спросить вот так вот. Каким образом защитить свою карточку с деньгами или какие-то виртуальные деньги от мошенников? Я правильно понимаю, что нужно для этого делать? Как не попасть, какую информацию нужно беречь? Ну, как правило, вы должны знать по отзывам своих знакомых или других пользователей, кому можно доверять. Каким интернет-магазинам, каким сервисам, куда можно деньги эти потратить виртуальные, да? То есть, подождите-ка, просто-напросто, если я в интернет-магазин залез и решил что-то там купить, то есть, я могу там оставить какую-то информацию, после которой могут весь мой кошелек почистить? Вы про это сейчас говорите? Да, номер пластиковой карты тот же самый, да? Неужели этого достаточно для того, чтобы и почистить мою карточку? Ну, при оплате указывается ведь что? Номер пластиковой карты, фамилия, имя, год, все это в процессе... Но я же пароль не говорю там. А пароль не нужен? Еще наоборот... Как это не нужен? Подождите. Наоборот, пластиковая карта еще есть, по-моему, четырехзначная, что ли? Четырехзначная. Подожди, 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 пароль не нужен, вообще ничего не нужен. То есть, если они будут знать мой номер карты и мою фамилию, имя, то это достаточно, чтобы залезть в мою карточку? На данном развитии технологий сейчас банки ввели... Ну, подтверждение по телефону. То есть, вам приходит смс, вы должны ввести в это поле какое-то четырехзначное число, все зависит от банка, четырех-пятизначное число. В принципе, подобрать это число теоретически можно на эту покупку. Теория вероятности. То есть, получается, в принципе, наши пластиковые карты, это абсолютно не защищены в наше время. Почему защищены? Вот многие банки, они же какие-то... Вот вы ввели несколько раз, допустим, да, вот это число, все, карта заблокировалась. Вот. Ну, если мошенник знает еще и номер вашего телефона, то есть, изготовить сим-карту, скажем так, подключиться к сети, получить эту смс-ку, вообще, трудности не составляет. То есть, вот, Алина, я почему перебиваю, мне кажется, здесь очень важный момент. То есть, если злоумышленник знает номер карты, вашу фамилию, имя, отчество и номер телефона, этого достаточно, чтобы полностью почистить кошелек. Достаточно. Ну, и понятно, ему нужно будет мошеннику, видимо, сетей. У нас сейчас прям какая-то школа, мы как будто учим. Я думаю, что мы не учим, мы объясняем людям, на что нужно быть, наверное, осторожными. Потому что мошенник сначала может под каким-то предлогом вас выудить телефон, номер телефона, а потом, завладев номером карты, ему карточка-то ваша не нужна, только номер нужен. Я почему не удивляюсь такой ситуации, потому что я знаю, в принципе, случаи, мобильные банки сейчас очень удобны, люди им постоянно пользуются. И тоже смотрела сюжеты, готовилась к передаче. В общем, там был такой вопрос у молодого человека, ему на протяжении месяца примерно не приходили смс-ки от банка с начислениями, не приходили смс-ки от банка с подтверждениями. А потом, когда он отправил свою карту, у него там около 16-20 тысяч рублей не было. И когда он написал банку о том, что вот есть такая проблема, мои деньги сняли, а мобильный банк, в принципе, ничего не подтверждал. Как все операции на моем счете происходили без моего ведома. Они сказали то, что запросы на номер были, приходило подтверждение, и поэтому с нас взятки гладки. В принципе, банк прав, да, вы должны сами следить за состоянием вашего счета и узнавать пораньше. Ну, что можно сделать в такой ситуации, если вы сразу обнаружили, что у вас сняли деньги? В милицию обращаться бесполезно сразу вам скажу, да. Звоните сразу в процессинговый центр банка, покажите вот такая-то транзакция, приостановите ее исполнение. Тут же надо позвонить, там буквально в течение двух-трех дней должно совершиться. Иначе потом действительно деньги уйдут с вашего счета. Я не понял, 2-3 дня достанет, они уже ушли, а при чем здесь 2-3 дня, что это позволит делать? В процессинговый центр не всегда как бы моментально переводит деньги, да, всего какое-то время проходит. Если вам пришла смс, что у вас сняли деньги, звоните, можно сказать, представите транзакцию и все. Почти всегда банки еще предупреждают о том, что даже когда ты хочешь снять свои деньги, они предупреждают. Если вы не собираетесь снимать со счета такие-то деньги, то быстренько позвоните по этому номеру, потому что кто-то хочет снять. Да, 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 до определенной суммы, там, как правило, там, что-то в районе 15 тысяч рублей. Потом начинают погружать. Если вернуться, как бы, к теме, к разговору об интернете, каким образом нашу молодежь, наших детей можно оградить от грязи в интернете? Какие бы вы советы могли дать родителям? Существуют определенные программные комплексы, даже вот сама операционная система Windows их содержит. Там есть вкладочка, так и называется, родительский контроль, где можно указать, вплоть до того, по ключевым словам. Такие слова не должны содержаться на сайте. Операционная система начнет сама блокировать этот сайт, и все. Есть специальные программы, которые также позволяют это сделать. В интернете их куча, они бесплатные, как правило, тоже. Скачивайте, пожалуйста. И самое главное, я считаю, с ребенком нужно поговорить, куда он ходит в интернете, с кем общается. Установить доверительные отношения с ребенком. Потому что, в принципе, ребенок тоже может дать жертву мошенников. Конечно, да. И определить, объяснить определенную ситуацию. Допустим, он общается с каким-то человеком. Что можно говорить этому человеку, чего нельзя говорить. Вот в этом плане только так. А вот мы тут до эфира как раз еще одну проблему обсудили. Интернет стал площадкой для людей, видимо, с определенными отклонениями в голове, которые пытаются реализоваться, унижая других людей. Да, и в частности, это молодежь. Вот не могли бы немножко рассказать, о чем идет речь, и как этого избегать, как родители, может, научить своих детей правильно вести. Ну, здесь вопрос воспитания ребенка, на самом деле, да. Мы должны ему объяснить, как правильно реагировать. То есть он на улице идет... Реагировать на что? На оскорбление, на унижение. Он же на улице выходит, вот, его начинают унижаться. Что он делает? Ну, там, понимаете, там можно ответить, да. А вот чем интересен, как бы, интернет, ты, во-первых, не видишь человека, особенно, да, для молодого человека, это, наверное, вообще тоже, как бы, очень обидно. Он не видит объект, который его пытаются унизить. И, видимо, это может вызвать определенные серьезные и психические расстройства. Наверное, если он в жизни может ответить, то он в сети тоже может ответить. Скорее всего так, но все-таки, да, вот, родитель, он должен научить ребенка. То есть он видит, что его, ну, как сказать, унижают, там, не знаю, оскорбляют. Просто выключить компьютер, к примеру, да. Ну, просто выйти с этой странички, не заходить туда. Ну, получается, что он поплевуху получил и ушел. Ну, вот не каждый молодой человек с этим будет согласен. Согласен. Нужно учить ребенка. Общаться, коммуникация. Мы же возвращаемся к тому, что интернет, это в первую очередь средство коммуникации. Оно создавалось, как средство связи. Поэтому нужно принимать его минусы, как и его плюсы. Вот, кстати, мы о минусах, о минусах говорим. И мы привыкли, что в интернете там действительно и ругаются, и мат там, и нецензурная лексика, все что угодно. А как вы думаете, вот в таком светлом, красивом обществе, может быть, в таком обществе, где действительно не будет анонимности в интернете, а может, какими-то другими путями. Вот интернет может стать средством, таким средством, которое вообще сможет поднять общий уровень культуры нашего населения. И люди, пообщавшись в интернете, выходя на улицу, будут себя вести более красиво, культурно. Ну, вы сейчас рассуждаете о тоталитарном режиме. Я слышу вас и думаю, вот, ага, человек вот красиво думает, культурно будет. Это значит, будет вот большой брат сидеть сверху, и каждому говорить, что ему делать, как ходить, как одеваться, о чем говорить, о чем думать. В конце концов, интернет — это площадка, и человек может высказать то, чего он не может высказать, скажем, на улице, говоря вот так вот. Чтобы ту используя лексику, которую хотел бы. Ту, которую хотел бы, да. А вот воспитывать интернетом, я думаю, это нереально. Почему? Потому что интернет — это все-таки инструмент, а не поле какой-то там деятельности. Такой вот. То есть вы как бы не верите в созидательную силу интернета? Созидательную? Воспитательную. Воспитательную абсолютно не верю. Воспитывает общество, в первую очередь. А интернет — он как бы площадка отражения реальности. Нет, а как инструмент, который мог бы быть использован. То есть, на ваш взгляд, он не может стать инструментом общества? Может. Почему? Может. Но интернет он же принимает как положительное, так и отрицательное. Это не плохое, не хорошее. Он есть. Наверное, нахватывает слишком большой средств населения. Поэтому там будет всегда и плохое, и хорошее. Да. То есть у кого-то есть отклонения, у кого-то нет. Сам себя будет держать на волне. Да. Все верно. Ну и, наверное, последний такой вопрос в нашей программе. Поскольку наша программа уже подходит к концу. Вопрос немножко такой философский. По вашему мнению, виртуальная жизнь — это лишь отражение реальности или нет? Ну да. Как я сейчас сказал, да, это отражение. Интернет сам по себе — это отражение нашей реальности. На самом деле так оно и есть. Почему? Мы же выходим со своими мыслями туда. Все, что мы не сможем высказать в лицо, мы высказываем за этой ширмой, которая является интернет. Мы не видим, нам как не страшно. Вот эти все страхи, мы выплескиваем там в интернете. Все страхи эмоционально как бы уже не сдержаны. У нас нет там, как я сказал, нет общественного договора в интернете. Есть какие-то определенные правила на форумах, и то они создавались искусственно, и их поддерживает модератор этого форума. А в интернете такого модератора нету. Вот никак попрощаться опять не получается. То есть получается, это и не совсем отражение реальности. Все-таки это виртуальный мир, это все-таки параллельный мир получается. Нет. Почему? Сейчас объясню, да. Ну раз договор общественный не распространяется на интернет. Да. Ну, мы же привносим это из реального мира все туда. А в реальном мире у нас есть общественный договор? Конечно. А почему же она виртуально не распространяется? Потому что это другая плоскость, но в ней также отражаются все наши плюсы, все наши минусы, все наши грехи, желания. Все правильно. И, я не знаю, мечты, может быть, даже у кого-то. Наверное, поэтому. Понятно. Ну, будем надеяться, что мы немножко разобрались в этом вопросе. Надеюсь, что в этом вопросе мы помогли разобраться и нашим радиослушателям, радиослушателям Радио ЮФМ, телезрителям телеканала «Юниверс Матри». Ну, нам остается только попрощаться. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разговор по чесноку на радио ЮФМ.